Да, спасибо. Что же все-таки с этим школьным предметом происходит? С позиции новых учебников, новой перечни, несколько слов скажу, ну и с позиции, конечно, обновленных федеральных стандартов. В основном мы сейчас говорим, конечно, об обновленных применительно к основному общему образованию, но здесь также стоит еще есть понимать, что обновление у нас коснулось и среднего общего образования. Помимо этого, конечно, говоря о федеральном стандарте, о его основных, скажем так, нововведениях, обновлениях, нельзя обойти стороной еще и вопрос проверки того, что, в принципе, этот федеральный стандарт для нас диктует, какие требования он по-другому, скажем, предъявляет. То есть речь пойдет о ГОС, о инструментах проверки того, что требует ГОС, да, об учебниках и обо всем новом, что, в принципе, сейчас у нас в информационном поле относительно преподавания истории имеется. Коллеги, большая просьба, если у вас есть комментарии, вопросы, пишите их сразу, не стесняясь чат, я буду стараться по ходу выступления сразу на них отвечать, на эти комментарии и вопросы. Если у вас что-то обстоятельное, ну, какой-то обстоятельный вопрос, можно оставить его к концу выступления, так чтобы, ну, если вы понимаете, что ответ будет долгим, так чтобы, да, не задерживать остальных слушателей. Ну, в любом случае, на все ваши вопросы, на все ваши комментарии я постараюсь найти ответы. Ну, а если не найду, то оставлю свои контакты, вы всегда сможете задать вопрос, который вас интересует, также получить обстоятельный ответ. Двигаться будем вот по такому плану, и давайте переходить к первому пункту. Да, мы в ноябре прошлого года увидели новый перечень учебников. Он, как документ, да, структурно достаточно сложен, не сразу можно в нем разобраться. Да и само его появление было в каком-то смысле ожидаемо и с одной стороны, и неожиданно с другой стороны, потому что мы привыкли, что перечень кардинально меняется, ну, хотя бы там раз в 4-5 лет, а здесь у нас по прошествии 2 года, 2 лет от предыдущей редакции перечень мы получаем перечень новый. Ну, и здесь нужно, кстати говоря, говоря, кстати говоря о перечне, все-таки смотреть ретроспективы этого документа. То есть появился он не просто так, не просто так спустя 2 года после предыдущей редакции. За последние вот эти вот как раз 2 года, начиная с 20-го, а вот особенно 21-й год был знаменательным в этом плане, с точки зрения нормативной базы произошли серьезные изменения. Изменения вот этих самых требований к содержанию, к ходу уроков истории в частности, да, вообще истории в частности. И перечень, это, наверное, новый перечень, это как такая вершина, конечная точка этих изменений, вершина этих изменений, апогей. Если смотреть ретроспективно, то мы увидим что? Мы увидим те самые обновленные федеральные стандарты основного общего образования, появившиеся у нас в 21-м году и вступившие в силу 1 сентября 22-го года. Еще раньше мы до появления этих обновленных ГОС видели появление предметных концепций, как нормативных документов. Одна из самых первых предметных концепций как раз была по истории, появилась она аж в далеком 12-м году, но в 20-м году она обновлялась, концепция. И, к слову, то, что было прописано в концепции, вообще в концепциях предметных, оно, это как некий ориентир, да, вот это вот прописанное стало теми самыми требованиями федерального обновленного, обновленных федеральных стандартов. То есть вот здесь мы можем увидеть некую преемственность. Раз у нас стандарты обновились, как следствие обновился взгляд на код и содержание уроков, значит, должно было, должны были обновиться и, как следствие, учебники. Но здесь мы, кстати, с вами вспоминаем, что обновление не только методическое у нас присутствовало, но еще и присутствовало обновление с точки зрения порядка изучения тем. То есть мы здесь еще с вами вспоминаем документ под названием, его актуальное название, когда он, этот документ привелся, он назывался по-другому, примерная образовательная программа и примерные рабочие программы по предметам. Вот теперь это федеральная образовательная программа, федеральные рабочие программы по предметам. Вот если у нас ГОСП поменял по большей части методические подходы, то федеральные рабочие программы поменяли структуру изучения в истории в меньшей степени, но поменяли, особенно это заметно в курсе всеобщей истории. В общественном знании заметно поменяли, то есть вообще порядок тем, в сравнении с тем, что было прописано в концепции, изменился. И вот эта вся нормативная база, изменившаяся, потребовала нового учебника, и мы потому имеем, собственно говоря, новый перечень, который, как я сказал, структурно сложен, у него три части, три приложения. Приложение 1, собственно, сам перечень, приложение 2, это предыдущий перечень, где устанавливаются предельные сроки использования учебников из предыдущего перечня. И приложение 3, там всего, по-моему, пара учебников, это учебники, которые вообще исключаются, то есть даже без каких-то еще предельных сроков использования их работа с ними уже будет невозможна. Касаемо нашего издательства, наше издательство федерального масштаба, то есть работает со всеми регионами Российской Федерации, известно в первую очередь именно своей гуманитарной направленностью, и когда 30 лет назад издательство создавалось, то упор делался как раз на курс истории, истории России, всеобщей истории, и на курс общества знаний. Далее, конечно, наши ориентиры стали куда более широкими, то есть появились УМК по всем школьным предметам, но все равно упор делал, по-прежнему делается на гуманитарную сферу, и наша линия учебников по истории России, всеобщей истории, это законченные линии с сильным авторским составом, и, соответственно, с сильной редакторской позицией. Начнем мы с истории России, которая вошла в перечень нашего издательства, курс, как вы видите, с 6 по 11 класс, и тут мы с вами вспоминаем, что в 20-м году концепцию вносились изменить с точки зрения того, что же изучать в 11 классе, появилось два варианта, курс истории России 20-го, начало 21-го, как растянули с 10-го на 11-й класс на базовом уровне, а на углубленном уровне предложили повторять и обобщать все то, что изучалось с 6 по 9-й класс, потому что у нас линейный принцип изучения истории, и мы не возвращаемся к тому, что изучалось в основной школе, но для подготовки к экзамену такой возврат необходим. Поэтому в концепции появилась рекомендация использовать повторительный обобщающий курс в 11-м классе именно с точки зрения подготовки к экзамену. У нас, вы знаете, был подготовлен такой учебник, который затрагивает темы, которые изучают с 6 по 9-й класс, то есть, образно говоря, с 8-го по началу 20-го века. Состав УМК, конечно же, полный, и здесь стоит отметить, что вслед за изменением содержания, конечно же, будет меняться и весь методический шлейф, исходя из того, что у нас с точки зрения порядка изучения темы прописано в рабочих программах, что у нас прописано в федеральных государственных образовательных стандартах, то есть, каков вообще принцип работы на уроке, которые закладывают, которые требуют от учителей федеральные стандарты. Что касается всеобщей истории, я вам напомню, что обновленные в ГОС основного общеобразования теперь вводят один школьный предмет. То есть, так же, как это в 10-м и 11-м было ранее реализовано, теперь это реализовано и в основной школе, один предмет с двумя курсами, то есть, курс истории России, курс общей истории. Баланс часов на тот и на другой курс у нас устанавливает рабочая программа федеральная. И баланс следующий, 45 уроков в год истории России в основной школе, соответственно, 23 урока, ну, не больше 23, вот так вот назовем, не больше 23 на всеобщую историю. Ну, предмет один, оценка, соответственно, в журнал и в аттестат идет тоже одна, и как следствие требования вот этого обновленного федерального стандарта, обновленного федерального стандарта, они теперь становятся универсальны вне зависимости, какую тему мы с вами изучаем с нашими учениками на уроках, тему из курс истории России или тему всеобщей истории. И там, и там предполагается, что будут развиваться определенные универсальные умения, ну, можно их называть по старинке УУД, можно называть в рамках современной терминологии функциональная грамотность, можно называть метапредметные умения, как тоже такой современный термин. Но речь идет в обновленном ГОС именно об этом. То есть теперь у нас нет какой-то задачи заниматься узкоспециализированной деятельностью на конкретном уроке истории в рамках конкретной темы, а стоит задача формировать универсальные умения, которые нужны на любом школьном предмете как минимум, ну, а как максимум вообще, конечно, на протяжении всей последующей жизни наших учеников. Итак, линии учебников по всеобщей истории тоже закончены. Под научной редакцией Сергея Павловича Карпова. Вот здесь также отмечу, что авторский коллектив сильный, то есть это и преподаватели МГУ имени Ломоносовы, и, соответственно, Российская Академия Наук, Российская Академия Истории. Авторский коллектив обширен, но если вас интересуют детали, на сайте издательства можно найти всю подробную информацию по каждому из авторов. Ну, также методическое сопровождение этих учебников полное. Еще один учебник, вошедший в приложение 1, то есть в новый перечень. Хороший инструмент для того, чтобы и актуализировать все то, что изучалось в курсе Истории России и всеобщей истории в основной школе, и подготовиться к экзаменам, потому что упор сделан именно на практическую сторону, то есть на применение знаний, а это суть обновленных в ГОС, суть функциональной грамотности. Это учебник интегрированный курс Истории, то есть где параграфы по Истории России и всеобщей истории органично соединены в рамках единых блоков, и, соответственно, что позволяет, такой подход позволяет, не отрываясь, собственно говоря, ознакомиться с ходом истории, не разделяя ее на какие-то условные категории. Ну, что касается ориентирования в перечне, то здесь, конечно, ничего не поменялось. Мы по-прежнему ищем учебники по номеру. Обращаю ваше внимание, что номера в перечне образца 22-го года к номерам добавилась еще одна цифра. Если раньше номера были шестизначные, то есть шесть цифр было в номере, то теперь семизначные. А еще одна цифра – это версия издания, ну, то есть или порядковый номер издания, лучше так называть. Искать можно в перечне по авторам и, конечно, по издательству. Далее на примере наших учебников «Всеобщая история» покажу, что поменялось с точки зрения федеральных рабочих программ в курсе «Всеобщая история в основной школе». Изменения заметны, и сразу, наверное, попутно у нас получится ответить на вопрос, а почему учебники из перечня 20-го года, да, имеют предельный срок использования. Ну, ответ будет, я думаю, по ходу моего выступления очевиден. Итак, «Всеобщая история», напомню, в основной школе год не более 23-х часов. Ну, это не касается пятого класса, поскольку там только «Всеобщая история». Но здесь уже появляются первые изменения – это название разделов. Они меняются в соответствии с федеральными рабочими программами. А вот, начиная с шестого класса, мы уже видим, что вот этот баланс 45 плюс 23, он должен соблюдаться. И, соответственно, 23 параграфа в учебниках из перечня 22-го года – это теперь наша с вами реальность. С одной стороны, у нас пропала необходимость как-то комбинировать, соединять, выискивать часы. То есть мы точно знаем, что «Всеобщая история» – 45, «Всеобщая история» – 23, суммарно 68. То есть это то самое количество, которое, в принципе, нам и привычно. Ну, по факту, конечно, получается не 68, а 66, 65, иногда даже меньше. Но в любом случае мы ориентируемся именно на эту цифру. Теперь у нас нет задач выкраивать где-то что-то, соединять, урезать. И, в принципе, авторские коллективы, следуя требованиям федеральных рабочих программ, федеральных рабочих программ по истории, вот эту урезку уже сделали. То есть в среднем раньше количество параграфов в учебниках «Всеобщая история» было 28-29, ну, колебалось, скажем так, от 27 до 29. Теперь же их количество не больше 23. Как следствие, какие-то параграфы поменяли свое название, какие-то укрупнились. И вот в учебнике «Всеобщая история 6 класса» это можно как раз увидеть. Появился двойной объемный параграф по теме культура, да, под номером 17-18 «Постижение мира». Опять-таки, повторюсь, это не какая-то прихоть авторов, не какая-то прихоть редакторов. Это требования федеральных рабочих программ, где жесткая конструкция предполагает именно 23 часа. Единственное, что, конечно, в федеральных рабочих программах оговаривается, что вы, как учителя, по-прежнему вольны в рамках курса истории, как «История России», так и «Всеобщей истории», соответственно, менять темы, порядок изучения тем. То есть за вами такое право остается. Этого нет в обществе знания, но осталось в истории. Так что, когда вы составляете свою рабочую программу, даже используя конструктор рабочих программ, там эта функция также реализована. Вы можете блоки темы местами поменять, исходя из того, что вы считаете нужным и важным изучать в первую очередь. Седьмой класс. В учебнике «Всеобщей истории» изменения нет. В учебнике «Всеобщей истории» теперь 22 параграфа. Еще раз повторю, что это не только в нашей жизни, это вообще теперь требования к учебникам «Всеобщей истории», исходя из нового перечня. И также меняются названия разделов и порядок их изучения. Восьмой класс. В «Всеобщей истории» изменений нет. В курсе «Всеобщей истории» количество параграфов 22. И также меняются местами разделы «История Англии» и «История Франции». В девятом классе «Всеобщей истории» изменений нет. В девятом классе «Всеобщей истории» также 22 параграфа. И тоже меняются местами два раздела. Становление национального государства и Европа на пути промышленного развития. Они поменялись местами. В десятом-одиннадцатом классе «В истории России» изменения есть. И касаются они, в первую очередь, изменения нормативной базы, то есть обновления федеральных стандартов среднего общего образования, которые произошли в августе прошедшего года, в августе 22 года. Напомню, что в истории эти обновления, в первую очередь, проявились в сокращении разрыва между современностью и изучаемым периодом. То есть если раньше этот разрыв был 4-5 лет, то теперь мы с вами в курсе истории России за 20-й, начало 21-го века изучаем события вплоть до середины 22-го года. Это важное изменение, которое в учебниках из приложения 1 нового перечня должно быть реализовано. Ну и расскажу, что, соответственно, в нашем взаимодействии оно уже реализовано. Что касается всеобщей истории 10-го и 11-го класса, структурно ничего не поменялось, но отдельные формулировки, связанные с актуальным состоянием исторической терминологии. Такова ситуация с одним нормативным документом, то есть перечнем. Теперь давайте посмотрим на другое, то есть то, что я и говорил ретроспективно. То есть посмотрим на содержание федерального стандарта, федеральных стандартов основного общего образования. Напомню, что опубликован этот приказ был в мае 21-го года, но вступил в силу с 1 сентября 22-го. То есть задумка была очень простая и понятная. Министерство просвещения. Мы с 1 сентября 22-го года пятые классы по всей России переводим на ВГУС. И как следствие в пятых классах заранее меняем учебник. Ну поскольку изменения там минимальные, то в принципе в основном пятые классы продолжили работать по тем учебникам, которые у учителей в школе и библиотеках были раньше. Но вот следующий учебный год, который начнется 1 сентября 23-го, уже предполагает, что в этом учебном году шестые классы перейдут на обновленный ВГУС. А там мы уже видели применительно к истории, что в частности всеобщей истории, что изменения заметны и поработать по старым учебникам уже, к сожалению, не получится. Поэтому вопрос обновления учебников сейчас очень-очень остро стоит для школ, для библиотекарей, и в принципе этот процесс идет как раз-таки именно сейчас. Но вернемся к федеральному стандарту. Что же он поменял в процессе преподавания истории? Ну вот это изменение, связанное с появлением единого предмета в основной школе, я уже озвучил. Ну а в общем, в общем, все то, что укладывает слово обновленный, теперь касается у нас нового подхода к образованию, который, по сути говоря, сменил парадигму, образовательную парадигму. Если ранее она была построена на том, что мы формируем, создаем тогда знания, передаем знания и проверяем наличие этих знаний наших учеников, то теперь акцент смещен не на наличие просто знаний, проверку этого наличия, а на умение применять знания, соответственно, в различных изменяющихся ситуациях. Это и есть то, что называется функциональной грамотностью. Здесь вот можно выделить, как бы, да, среди всех пунктов федерального стандарта, применительно к предмету истории, что где-то чуть больше половины пунктов требований, это требования, связанные с умениями, формированием различных умений. И эти умения не узкопредметные, так же, о чем вначале сказал, а эти умения, скажем так, широко применяются, как на любом другом школьном предмете, в любой другой деятельности, необязательно образовательной, но и в течение всей последующей жизни. И вот давайте смотреть. Умение определяет последовательность событий, времени, процесс. Понятное дело, важно не только для истории, а вообще для развития личности, развития мышления как такового. Умение выявлять существенные черты и характерные признаки. Ну, в данном случае исторических событий, но само по себе умение важно всегда и везде. Умение сравнивать что-то, в частности, исторические события, тоже метапредметные, то есть запредметные умения, не только касающиеся истории. Умение устанавливать причинно-следственные связи. Находить, критически анализировать различные источники, источники, в данном случае исторические. Умение читать, анализировать карту, схему. Здесь можно посмотреть шире. Умение анализировать вообще схему, какую-либо информацию, поданную схематично. Умение анализировать различные источники информации. Ну, если мы говорим применительно конкретно к истории, у нас здесь появляются визуальные источники информации. О них чуть дальше я еще скажу. С ними была интересная история. В частности, если мы посмотрим на появление заданий в КИМах ОГЭ и ЕГЭ, связанных с работой с визуальным источником, то эти задания появились раньше, чем вступил в силу обновленный ГОС. То есть, по сути, в ГОС действует первый учебный год с этим вот пунктом, да, 12-м. А в КИМах задания появились на год раньше. Ну, это к вопросу о том, что в образовательной у нас среде есть несколько структур, которые занимаются своей работой и друг с другом никак не контактируют. Если сводить все к некой такой тезисной схеме, то получится у нас именно вот изменение образовательной парадигмы сознания воинно-деятельностное. То есть, не просто знаю и молодец, да, а знаю, применяю и тогда молодец. Ну, а все остальное, здесь, я думаю, все остальные тезисы, которые сейчас на экранах, они так или иначе понятны. Вот эта деятельностная парадигма предполагает, конечно, совершенно иной подход к построению урока, к формату заданий и, конечно же, к проверке, собственно говоря, наличия этих самых умений. Чтобы проверить знания, достаточно задать вопрос и услышать ответ. А вот чтобы проверить умения, нужна совсем другая система и другие совершенно подходы. И давайте посмотрим, что же это за подходы. Здесь стоит отметить, что поскольку у нас вот эти все требования в федеральном стандарте к результатам обучения истории в основной школе, ну, это аналогично и для средней школы, универсальные, значит, и методический аппарат учебников должен быть между собой, ну, не то чтобы даже схожим, а диентичным. То есть, если у нас два курса истории, история России и всеобщая история, значит, методический аппарат, проще говоря, да, методический аппарат этих учебников должен быть одинаковым. Чтобы он был одинаковым, нужно, чтобы и для курса истории России, и для курса общей истории над методическим аппаратом трудился один человек. Именно это гарант того, что подходы будут идентичными. То есть, у ученика не будет стоять задача перестраиваться в своей формате работы при переходе от курса истории России, от темы истории России к теме всеобщей истории. Если формат работы будет знаком, достаточно будет лишь работать с разной информацией, а принципы работы будут, не будут меняться. У нас этот подход реализован, соответственно, вот такой вот методический аппарат, что мы говорим, да, единый методический аппарат, или синхронизированный методический аппарат, он как в учебниках России, так и в всеобщей истории присутствует, и тем самым подходы, то есть, по-другому скажу, образовательная парадигма, она нисколько не страдает в зависимости от того, с какой темой мы с нашими учениками работаем. Ну, а то, о чем я говорил, применительно проверки умений, соответственно, применять знания. Еще раз повторюсь, в Кимах это все появилось на год раньше, вступление в силу федерального стандарта. То есть, по сути говоря, те, кто писали ОГЭ или ЕГЭ по истории прошедшим летом, то есть, в экзаменационную сессию 2022 года, они работали, может быть, не совсем для себя привычных условий, потому что проверялось то, что на уроках с точки зрения федерального стандарта еще не присутствовало. Теперь же вот в этом году пятиклассники, в следующем учебном году шестиклассники, соответственно, уже будут знакомы с тем, что такое применение знаний, что такое функциональная грамотность, и для них задание вот такого формата, где требуется применить знания, конечно, проблемы не будет. Ну, что это за задание? Вот я взял отдельные примеры из демонстрационного варианта ОГЭ. Соответственно, задание по работе с картой схемы. Обратите внимание, синтез, да, карта, источник. Опять-таки, применительно к карте все построено именно на проверке умения работать с картой, насколько ученик ориентируется на карте, насколько он может дать, насколько он понимает условные обозначения, и насколько он может сопоставить информацию. Схематичная карта и текстовый источник. То есть, если вы этим на уроках не занимаетесь, применением знаний, то ваши ученики, как минимум, ну, выбирая ОГЭ по истории, сдавать ОГЭ по истории или ЕГЭ по истории, будут не готовы к этому экзамену. Еще один пример проверки наличия умений, или вообще проверка умений применять свои знания, да, это вот, это задание, которое предполагает работу с визуальным источником. Появились они тоже в прошедшую результационную сессию, и даже чуть раньше, еще и позапрошлого они тоже были, но как требование в федеральном стандарте появились только-только, соответственно, в этом учебном году. Это, что у нас может быть визуальным источником? Это может быть аверс, реверс, медали, монеты, это фотографии, изображения памятников архитектуры, и то, и то визуальный источник. Ну, в случае с фотографией, это просто визуальный источник, в случае с аверсом и реверсом, в данном случае, медали, это исторический источник. И, как показывает аналитик, в принципе, вот, прошедшая экзаменационная сессия, аналитик прошедшей экзаменационной сессии, проблемы в работе с визуальными источниками есть, потому что предыдущий в ГОС не предполагал визуальные источники, а только лишь исторические, то есть текстовые. Поэтому это, такое умение было сформировано не у всех учеников, а у тех, кто был, оказался более способным, готовился. Но еще раз повторюсь, на уроках это было все-таки нечастое явление, работа с визуальным источником, с точки зрения федерального стандарта. Теперь же в ГОС у нас это требует, а КИМы, соответственно, это проверяют. И опять именно в парадигме деятельности, то есть применения знаний. Ну и еще пример, применение знаний в рамках каких-то изменяющихся ситуациях, или, проще говоря, в рамках кейсов. Это задания 21, 22, 23, 24. Это в чистом виде кейсы, где ученику предполагается разобраться с кейсом, предложить решение. То есть, по сути говоря, сложный процесс анализа, синтеза информации. Если ты ничего не знаешь, то, конечно, ничего применить ты в этом случае для выполнения задания и не сможешь. Ну и хотел бы отметить, что в целом ОГЭ и ЕГЭ, конечно, между собой преемственны по формату заданий. Ну, по-моему, ЕГЭ немного сложные. Но к вопросу о работе, например, с визуальным источником, мы видели с вами уже, коллеги, изменения, которые предполагаются в грядущей экзаменационной сессии ЕГЭ по истории. И там добавилось как раз задание, именно проверяющие умения использовать свои знания. То есть, опять-таки, работа с визуальным источником, еще одно задание под номером 8 такое появилось, в дополнение тому, что уже было. И задание под номером 20, это тоже новое задание. И тот же кейс, соответственно, предполагающий применение знаний на практике. Не просто выдача готового ответа, а анализ ситуации и работа с конкретной ситуацией, применение знаний в конкретной ситуации. К вопросу о методическом аппарате учебников. То есть, вот как нам сопоставить. Вот есть федеральный стандарт, который требует вот этого, вот этого, вот этого. Есть инструмент проверки, то есть наш некий ориентир, что должно все-таки, чему должны ученики научиться с точки зрения знаний, с точки зрения умений. И между требованием и неким ориентиром, естественно, должен быть вот этот самый образовательный процесс, в котором должны быть все те инструменты, которые позволяют реализовывать требования, чтобы выйти на ориентиры, то есть на задания, которые присутствуют в КИМах. Как я уже сказал, методическая синхронизация курсов истории России, всеобщей истории предполагает, что методический аппарат должен быть единый. В наших учебниках автором методического аппарата, этого единого выступает Людмила Николаевна Алексеевича Ташкина, известный в исторических методических кругах человек, несомненно, и это ее разработка типологии вопросов и заданий, но здесь я хочу обратить ваше внимание, что и вопрос, и задания предполагают не просто выдачу какого-то зазубренного ответа, а все-таки пропуск учеником информации через себя и выдачу своей собственной информации, своего знания или формирования собственных умений. То есть у нас, если мы говорим про вопросы в начале параграфа, то это всегда анализ, каким было, как, почему, каким осталось в памяти. То есть здесь мы не просто транслируем готовые, ученики не просто транслируют готовые ответы, а все-таки анализируют и какой-то собственный взгляд, да, вот каким осталось в памяти, ну, понятное дело, в памяти своей собственной, наверное, в первую очередь. Задания, которые сопровождают текст параграфа, то они все ориентированы на актуализацию, естественно, и опять на собственные умения и собственную информацию ученика. Вспомните, сравните, подумайте. Ну, а задания после параграфа, они все, опять-таки, в рамках деятельностной парадигмы. И здесь мы уже видим, да, раскрыть, опишите, составить таблицу, сравнить, объяснить. Видим, опять-таки, личную позицию, личную, собственную информацию в процессе применения. Свершите путешествие, рассмотрите проблемы, подготовьте учебный проект, дайте оценку, объясните. То есть, вот уже исходя из этой типологии, можно понять, что формат урока поменялся в сторону большей деятельности учащегося. Все-таки деятельностная парадигма предполагает большую деятельность учащегося, нежели учитель. Учитель в данном случае выступает в роли направляющего в этом процессе, в процессе деятельности ученика. Но если говорить о какой-то конкретике, то есть, реализации этой типологии, то вот так вот она выглядит. То есть, это отдельные примеры. Пятый класс, буквально начальные параграфы я взял. И здесь мы видим, да, объясните, выскорите мнение. Везде идет работа по применению. Ты знаешь, а теперь вот выскажи свое мнение. Вот ты знаешь, а теперь постарайся объяснить. Вот ты знаешь, а теперь поработай по определенным критериям, которые предполагают заполнение таблицы, да, соответственно. Или вот еще пример. Вопрос после третьего параграфа, да, обсудите. То есть, ты знаешь, еще кто-то знает, а теперь вы в процессе обсуждения свои знания, пожалуйста, примите. Аналогичная ситуация с деятельностным подходом, деятельностной парадигмой, конечно, в курсе истории России. То есть, если у нас в параграфе есть карта, всегда есть задание покажите на карте. То есть, не просто посмотрите на нее, да, и опишите, что вы видите. Это, кстати, только самый такой первый этап. Ну, еще и, конечно, проанализировать. Покажите, предположите. Это все работа с картой. То есть, анализ и синтез информации. Также объясните, составьте рассказ. У нас везде предполагается именно пропуск информации через себя и применение в конкретной ситуации. Сюда же относятся, например, различные предположения, версии, выдвижения предположений и версий. Это тоже работа в рамках системного деятельностного подхода, реализации деятельностной парадигмы. Еще один момент, связанный с электронными ресурсами. Вместе, ну, практически там буквально вместе с федеральным перечнем учебников новых появился федеральный перечень электронных образовательных ресурсов. То есть, по сути говоря, это список проверенных сайтов, с которыми можно и нужно работать. Ну, и мы с вами можем вспомнить еще, помимо этого списка, что еще раньше в конструкторе учебных программ присутствовала графа, где мы должны были вносить ссылки на электронные ресурсы, которыми на урок предполагается работа. Это тоже важный элемент, меняющий процесс преподавания в сторону большей наглядности, как следствие, ну, надеюсь, как следствие, да, большего интереса со стороны учеников. И тем самым работа с электронными ресурсами, большая наглядность, в первую очередь, расширяет границы получаемой информации. То есть, можно рассмотреть изображение в формате 2D, картинку в учебнике какого-то исторического артефакта, а можно отправиться на сайт, например, Каирского музея или музея имени Пушкина, там, в отдел античности, и посмотреть этот же экспонат в режиме 3D. Ну, все-таки Пушкинский музей более-менее для Москвы, наверное, доступен, для москвичей. Ну, вот, например, побывать в самом крупном музее, в котором собраны артефакты древнего Египта, например, Каирский или Лондонский музей, понятное дело, имеет возможность не все, а вот побывать на интерактивной экскурсии или рассмотреть отдельные артефакты, вполне возможно каждому, используя сайт этого музея. Поэтому и суть электронных образовательных ресурсов. Они нужны, конечно, не просто, чтобы указывать их в своей рабочей программе при создании конструктора, а для того, чтобы применять на уроках, именно внося новый элемент наглядности, интерактивности, в конце концов, погруженности. Если у вас есть интерактивная доска, а не просто экран для демонстрации, конечно, у вас еще больше становится возможностей, поскольку любая интерактивная экскурсия не только обзор предполагает, но еще и информацию какую-то для размышлений, интересную информацию, дополнительную информацию. То есть учебник у нас с вами, понятное дело, поменял свою роль, меняются требования к урокам, как содержательные, так и методические. Ну и учебник свою роль меняет, и, наверное, за последние 10 лет эта роль изменилась практически кардинально, если ранее это единственный буквальный источник информации для ученика. Ну, если мы еще посмотрим широко учебный методический комплект, еще, конечно, там при стоматии вполне возможно тоже относилось к категории источников информации. То теперь учебник как просто навигатор. Он позволяет получить минимум информации самому ученику, а дальше в рамках своего какого-то интереса, используя электронные образовательные ресурсы, расширить свои горизонты знания, путешествуя в электронном мире, соответственно, потому что по тем сайтам, которые либо предложил учитель, либо показались интересны самому. Ну, к вопросу о верификации, все-таки это вопрос очень актуальный. То есть не каждый сайт может подойти, не каждый сайт будет считаться электронным образовательным ресурсом, то есть только верифицированным, то есть проверенные, и список таких ресурсов есть в конце каждого учебника, в конце пятого, учебника пятого класса, в конце общей истории нашей взрослой. Вот такой вот, ну, небольшой список, понятное дело, но все-таки здесь пятиклассники, и здесь в основном речь идет о ресурсах весьма объемно. В шестом классе список расширяется, но можно увидеть, что главный принцип, главная тенденция формирования этого списка, она сохраняется. Это сайт-библиотек, где есть оцифрованные текстовые источники, и это сайты музеев и музеев-заповедников, где есть интерактивные экскурсии и, соответственно, обзор артефактов в режиме 3D. Что касается подготовки к экзаменам, здесь мы уже, скажем так, к среднему общему образованию подходим. Вообще, в среднем общем образовании деятельностная парадигма тоже нашла свое место. В режиме преемственности, конечно, то есть основное образование, среднее образование, тем более, что, да, напомню, у нас история изучается линейным принципом, то есть мы не изучаем ее заново, и, как следствие, преемственность здесь, конечно же, необходима. Преемственность необходима из позиции методического аппарата, то есть тот, который мы видели, например, начинается учебник 5 класса в общей истории, сопровождает ученика до 11 класса. Это естественно. Ну и задача все-таки, помимо вот этого продолжения формирования умений в 10-11 классе еще и подготовка к экзаменам. И, как я уже здесь, как упоминал ранее, для этого существует учебник повторительный в общающий курс. Это единственный такой вариант среди всех наших издательств учебной литературы. Сам по себе учебник, естественно, преемственен в методическом плане, но в ограниченном формате, поскольку все-таки подготовка – это не изучение заново. Тут надо понимать, что повторительный в общающий, он про то, что нужно что-то вспомнить и поработать с тем, что вспомнилось, или поработать с тем, что забылось, да, еще тем более важно. Поработать со сложными моментами, а самыми сложными, как у нас показывает аналитик ФИПИ по экзаменационным сессиям, является работа с источником. Работа с картой, работа с источником. И вот, как вы видите, упор сделан именно на это. Но поскольку вспомнить это не только не обязательно прочесть текст, еще вспомнить, это работа со схемами, которые позволяют не менее эффективно вспоминать, но в этом учебнике схему сопровождают каждый параграф, и бывает несколько количеств, но эти схемы встречаются. Ну, а что касается системы заданий, ну, здесь вы видите, опять-таки, системно-деятельностный подход, реализация деятельностной парадигмы, то есть анализ информации, применение информации, причины, объясните, ваша позиция, дайте характеристику, свой ответ с обоснованием, естественно, и все это в ключе именно подготовки к экзамену. Иллюстрация в учебнике присутствует, ну, в таком вот черно-белом исполнении, я думаю, понятно, почему в черно-белом исполнении. Что касается интегрированного курса для 10-11 класса, да, этот учебник позволяет еще раз пройтись по всем темам с древнейших, с античных времен до наших дней, но, опять-таки, с позиции все-таки не только повторения, но еще и формирования различных умений, собственной точки зрения, да, есть и отдельная рубрика, ну, и, кстати, условные обозначения, я думаю, также вполне узнаваемые, здесь можно говорить о преемственности. Система заданий также в русле деятельностного подхода, то есть применяем знания, формируем собственную позицию, то есть вы видите, что обычных вопросов на пересказ и воспроизведение сказанного или прочитанного практически нет. То есть в этом и суть изменения деятельностной парадигмы. Ну, а что касается работы более объемной в рамках, например, исторических проектов, понятное дело, в средней школе проекты это обязательное явление, то для этого может подойти рубрика «Практикум» в конце каждого раздела, обратите внимание, что каждое задание здесь это, по сути, исторический проект. Понятное дело, что времени на такие исторические проекты нужно больше, нежели расстояние от урока до урока, то есть как минимум, наверное, месяц, а может быть даже и целое полугодие. Вполне возможно и такое. Но исторический проект, как вообще проектный метод, вполне позволяет, опять-таки, говорить о реализации деятельностной парадигмы. Потому что информация, ученик работает над проектом сам, информацию берет сам, анализирует сам, готовит некий продукт по мотивам, по итогам своей работы тоже сам, презентует его сам. Системный деятельностный подход, деятельность ученика. Ну и в конце этого учебнике, конечно, также есть список электронных ресурсов. Ну и в качестве резюмирования к вопросу о том, что из себя представляет актуальная нормативная база, в рамках которой мы с вами работаем, преподаем историю. Во-первых, конечно же, самый актуальный статус федеральных стандартов основного общего образования, самый актуальный, это с изменениями от июля прошедшего года. Актуальные стандарты среднего общего образования с изменениями от 12 августа 2022 года. Это к вопросу о том, если вы еще не ознакомились с ними, то их нужно сделать. Примерные рабочие программы, ну, до последнего момента они назывались так, теперь будут называться федеральные рабочие программы. Концепцию, никто у нас не отменял, концепцию преподавания школьного курса истории России. Концепцию всеобщей истории мы так и не дождались, но вроде как по слухам она должна какое-то может быть в ближайшее время появиться. Хотя особой нужды в ней нет, поскольку концепция преподавания истории России предполагала еще с 12-го года синхронизацию курсов, а федеральный стандарт теперь еще хронологическую синхронизацию, а федеральный стандарт ввел еще методическую синхронизацию. То есть, в принципе, наверное, даже отдельного документа, отдельной концепции по всеобщей истории теперь уже в ней нет и нужды. И, конечно, историко-культурный стандарт, который привел к общему знаменателю обязательный объем информации, обязательный объем тех самых исторических событий и явлений, которые нужно изучать. Вот такая вот картина у нас. То есть, если учебники, с которыми вы работаете, всему этому соответствуют, то, значит, вы работаете с актуальными учебниками. Соответственно, скорее всего, есть приложение 1 нового перечня. Если чему-то не соответствует, значит, вам предстоит в ближайшее время решить вопрос о замене таких учебников. Ну и также скажу, что учебники нашего издательства, конечно, всем этим позициям соответствуют. Относительно методической поддержки. Понятное дело, что в таком текущем формате, практически ежедневном формате, такая поддержка нужна. И для этого у нас есть специальный раздел на сайте издательства, где можно найти все необходимое буквально для каждого урока. Презентации, методические материалы, интерактивные тесты по каждой теме, которая есть в учебниках. Ну а если вы с учебниками незнакомы и хотите познакомиться, можно это сделать с помощью электронных форм учебников. Напомню, что FAU – это не просто PDF-копия учебника. FAU – это отдельный продукт, содержание которого, с содержательной точки зрения, полностью повторяет бумажный учебник, но добавлены еще интерактивные задания. Ну, понятное дело, электронный формат здесь возможности наши расширяет. То есть, по сути, от интерактивных тестов до мультимедийного контента. Это все FAU. И познакомиться с учебниками можно с помощью этих самых электронных форм. Также все подробности есть на сайте издательства в разделе «Электронные ресурсы». Как и говорил, если у вас есть вопросы, комментарии обстоятельные, всегда можете написать, спросить, позвонить. Постараюсь ответить оперативно в социальных сетях, можете размещать свои вопросы. Ну и здесь вот я по ходу смотрел, вроде вопросов, комментариев не возникало. Если возникли сейчас, готов на них ответить. Мы есть во всех социальных сетях, в том числе у нас есть и Телеграм-канал, где мы опубликуем все контакты, новости и все материалы, связанные с деятельностью издательства и вообще с новостью из образовательной сферы. Поэтому, если вы хотите держать руку на пульсе, подписывайтесь, следите за новостями. У меня, как у методиста издательства, есть промокод, и можно воспользоваться для покупок в интернет-магазине издательства. Вернуто. Слайд с контактами. Коллеги, выступление моё подходит к концу. Надеюсь, что на все вопросы, заявленные вначале, я постарался ответить. Надеюсь, что стало понятно для тех, кто ещё ранее не разобрался. Ситуация с перечнем. Приложение 1. Новый перечень. Приложение 2. Это предыдущий перечень с указанием предельного срока использования. Связано это с внедрением федерального стандарта и федеральных рабочих программ, то есть эти сроки использования. Напомню, что внедрение в ГОС и рабочих программ это поэтапно, то есть год за годом. Есть школы, которые решили перевыполнить планы, сразу, например, отстывая ступень и переходили. Это в корне, конечно, неправильно. Неправильно, потому что предполагает сразу большой объём по замене учебных учебных изданий. Ну, не каждый, понятно, делает, может, скажем так, реализовать. Федеральный стандарт у нас в этом году начал действовать с 5 класса. В следующем году мы столкнёмся с ещё одной реальностью действия. Ну, имеется в виду учителя истории. Это уже не только всеобщая история, это история России, но и те, которые подают общество знаний. В следующем учебном году ещё у нас и общество знаний станет полем деятельности, полем реализации требований обновлённых федеральных стандартов. Вот такая картина у нас на данный момент сложилась. Готов ответить на вопросы? Если таковы, и появятся. Так, ну, вопросов не вижу. Надеюсь, что причина понятна, что он на всё смог ответить. Коллеги, на этом тогда заканчиваю своё выступление, передаю слово. Всем хорошего дня и до свидания, до новых встреч.